Серебряный олень это уникальное событие, где маленькие и взрослые участники могут продемонстрировать свои таланты во всех красках. Масштабный фестиваль открывают представители комитета по делам молодежи, культуре и спорту Одинцовского муниципального района. От всей души хочу вам пожелать провести замечательное время, потому что это время творческого обмена, общения прежде всего, выступления. Вы волнуетесь, но мы волнуемся вместе с вами и желаем вам удачи. Районный конкурс, который всегда проходит на высоком уровне, традиционно стартует в театральном центре Жаворонки. Первая номинация – художественное слово. Здесь созданы все условия для выступления начинающих артистов. Сцена, оснащенная современными техническими средствами, полный зал доброжелательных зрителей и экспертные жюри, в составе которого числятся известные в мире искусства люди. Все это дает возможность ребятам подтягиваться и чувствовать себя в тонусе. Ну и это не секрет, поскольку все «Серебряные олени» проходили на ура, то есть есть уже определенный имидж и имя. И уже имя работает на себя. Это прижно, это конкурс, это такие грамоты, призы, это такой прекрасный гала-концерт, в котором хочется поучаствовать. Поэтому на сегодня «Серебряный олень» уже… Да, «Серебряный олень» – это бренд Одинцовского района, бесспорно. Многие знаменитые артисты, будучи подростками, начинали свой творческий путь на сцене «Серебряного оленя». Всего за 18 лет существования фестиваля в нем приняли участие около 45 тысяч ребят. Победа в районном конкурсе – это реальный шанс выйти на большую сцену, как российского, так и мирового уровня. Старик, ты не знаешь природы, ведь может быть тело – вороняги, а сердце – чистейший порой. Выбрала стих, очень меня задело. Я когда первый раз прочитала, долго плакала и пыталась отойти от стиха. Очень эмоциональный. Не боялась выступать, могу вам правду сказать. Боялась только немного критики жюри и то, что режиссер сидит в зале, смотрит и что потом он скажет. В номинации «Художественное слово» юные чтецы поднимали важные во все времена темы – любви, добра, семьи и родины. Некоторые ребята читали монологи из произведений классиков, поэтов «Серебряного века», а кто-то читал о войне. Были и вне конкурсные выступления совсем юных участников. Трехлетняя Настенька умилила всех зрителей номером под названием «Мамин хвостик». Мамин рядом, я на кухне, вместе ходим по делам. И вдвоем я смотрю мультик, зелью грушу по парам. Хвостик мамин, я любимый, мама тоже без меня. Жить не может ни минуты, без любимого хвоста. В конкурсную программу вошли и шуточные инсценировки от театральной студии «Этюд». Варвара, самая маленькая участница этого творческого коллектива, предсказала победу своей команде. Как говорится, устами младенца глаголит истина. Мы очень сильно готовились, упорно очень. Мы еще ездили на один конкурс. Там заняли четвертое место. Но это хорошо. А здесь, как ты думаешь, какое место займете? Первое. Начало районному фестивалю творчества положено. Впереди конкурсная программа по остальным номинациям. Серебряный олень продолжает скакать по Одинцовскому району и выбивать своими копытцами бесценные сокровища. Новые имена юных талантов. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.